Я являюсь вашим пользователем. Хочу разобрать модуль контекстной рекламы в SEO-клуб. При переходе на шаг 3 мне вообще непонятно, как пользоваться системой. Что нужно делать для запуска проекта? Расскажите подробнее о интерфейсах запуска, о тактиках, которые нужно применять. Я всем рекомендую применять тактику бюджета, потому что это наше режим. Но ущербность наших интерфейсов в модуле контекстной рекламы, она нам известна, мы над ней работаем. И я надеюсь, что в склон времени мы сможем сделать действительно тот продукт, который будет интуитивно понятен и с которым будет работать удобно. Конечно, мы изначально выстраивали ее слишком техногенно. То есть мы и для простой аудитории сделали слишком сложными импортфейсы, и для профессиональной не потянули ее по функционалу. Это ясно. Сейчас мы разделим опять режимы на две части. То есть у нас автоматические режимы и ручные. Разделим импортфейсы, и все в общем-то станет на свои места, станет все гораздо более удобно и приятно. Надеюсь, уже очень скоро вы это сможете лицезрить. Можно вопрос по этой теме? У пользователя сохраняется возможность непосредственно в аккаунте, в директе, допустим, корректировать компанию? Нет. Вы же в агентстве работаете. Вы в агентстве не имеете права. Да, все хоть это агентство. Почему не имеете? Вот я имею. Вот я работаю через агентство, но тем не менее у меня есть доступ, я сам покупаю. Ну что, как гостевой доступ? Ну, кроме бюджета я все остальное. Если вам агентство это отдает, да, я не говорю. Вы не отдаете. Мы не отдаем, да. У нас так структура построена, что там, к сожалению, невозможно. Там случка в том, что если у нас пользователь зайдет и что-то сделает, он нарушит очень многое. Проблема, да, не внести доступ, потому что система потом не разбирается, что и дальше делать с вашими изменениями. То есть нам нужно, вы выберись за рамки указанной тактики, и все, и у нас деление на то. Ну, условно говоря, вы. Еще вопрос. Хотелось узнать все о Keyboard и как оптимально текст объявлений. А Николай Бушевский, есть ли кто здесь у нас? Нет? Есть. Есть. Тогда можно в этот вопрос поставить? Я не понимаю его суть. Дополнительные подразделы в текстах объявлений до 6 штук. Это что имеется в виду? Я не знаю. Там по телефону я обеседовал. Там, так сказать, вот говорили, что можно сделать в объявлении еще разбивку снизу объявлений, значит, вот как бы подразделы, которые может интересовать клиенту. Ну, скажем, с адрес фирмы, да, значит, там, так сказать, какие-то... Какие-то еще подразделы, вот как раз я хотел узнать, так сказать, вот, какие подразделы вы рекомендуете, вот, так сказать, позже с этими объявлениями, так сказать. Ну, это все зависит от тематики, от сайтов и так далее. Ты можешь формировать. Быстрый суть в контексте тоже. А, сейчас, сейчас выстрелите, в контексте. Вот. Ну, надо все пути, как бы, не без того, в ближайшее время сделать. Ну, уже, вроде как, есть уже все мне сказали, что уже там можно появиться. Нет, то есть мы быстрый суть в том, и не сделали. Без меня не могу не делать, просто. Без вас сделать. Уже я их монтировал при помощи консультанта. А меня консультанта. Смонтировали? Нет, ну, я не знаю, но мне консультант говорил, надо то-то, что-то сделать. Я так и не понял, смонтировал или нет, но с помощью него я пытался это сделать. Не знаю, так сказать, вот результат. Вы можете брать в дирекцию на фирме? Нет, это именно вы. Вы можете брать в дирекцию на фирме, но на счет рекомендаций лучше всего указывать быстрые разделы, которые наиболее интересны пользоваться. Если пользователь ищет шины, то ему наиболее интересный раздел, например, «Зимние шины осенью», его нужно в первом расставке. Там разделы сайта, которые наиболее читаемы, то есть по статистике можно узнать, что наиболее читаемы. Также можно добавлять быстрые серии. Не скажем, координаты фирмы. Контакты обязательно. Одна, в 95% случаев срока на контакты должна быть там, и пользователь сразу будет входить туда. Если он знает, это облегчает. Облегчение жизни пользователя, то есть сокращение его пути по сайту, это вообще очень благая задача. И чем меньше пользователь делает клипов для достижения своей цели, тем он более удовлетворен результатом. В любом случае. Но какой сайт не возьмите, там даже исключений нет. С другой стороны, вы, конечно же, испортите себе так называемую статистику по глубине просмотра. Но нам лучше на это, в первую очередь, должен быть пользователь удовлетворен, в вторую очередь, поисковая система. Вот вы, кстати, себе в этом заметку взяли, потому что у вас как раз тех кликов неимоверное количество надо сделать, для того даже, чтобы жалобу написать. Просто начинается, вот какой раздел, по какому разделу жалоба, от чего, там просто уже просто стоп нет. То есть наш советский человек, такому просто не... Это может быть статус, но что хорошо, что у нас нет. А жалоба-то на что? Ну я не знаю, я уже даже не помню. Согласно связь. Да, вот хорошо в яндексе, можно, в конце концов, позвонить, так сказать, и скажите, вот решите как-то вопрос. У вас начинается, чем даже телефон, вот там, или какой-то раздел сошьешься найти, вот надо, так сказать, всего там разложить, так сказать, ну это просто кошмар, ребят. Вот вы сейчас, так сказать, сами себе противоречите. Честно говоря, я не понимаю насчет разложить, а вот насчет обратной связи выбрать отдел, позволяя намного быстрее вам ответить. То есть отдел сразу получает вопрос и сразу на него отвечает. Вот, если говорить про контекстную рекламу, там сверху вообще окошки, на них, так ли, сразу пишите и нажимаете отправить. Да, контекстная реклама это будет просто ночью. После мы можем загадать, как телефончик, у нас есть вопросы, форум, там, как оплаты, там, что-то делим открывается, там только на кой же адрес рекламной сети отдать, то есть адрес рекламной почты. Финансовая служба уже висит на роду счет вообще общения. Может быть, форум забежит, как-нибудь, нормально. Нет, ну это резонные все ваши предложения. Ну, адрес финансовой службы написан, ну вот, на любом этапе есть службы. Нет, ну карточками в любом случае финансово занимаются, деньги же все. Нет, я ее вспомнил, ну просто пополнить, добавить информацию. Да, 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 ну понятно, но на самом деле, вот, подобного рода фидбэк это очень важно, конечно. У вас офиса нет, да? Вы на сайте могут. А зачем вам? А нам нет. Пожалуйста. А как вы думаете, где сидят огромное количество людей, работающих в компании? В секунде работает 200 человек. Да смотрите, там, контакты, самое важное, у вас контакты... Ну, сейчас попросим. Вы понимаете, в чем дело? Контакты, вывесить телефон на сайте, это как бы понятно, что, наверное, правильная, правильная тема, но... Ну что, вы тоже приходите приезжать и спрашиваете, почему сайт не принимаете? Вы больше не понимаете? Нет, на самом деле, все координаты опции, когда речь идет про карточки, еще просто от очень многих клиентов приезжают, они про карточки больше. Если захотелось... Вот карточки вот здесь, вот у меня было. Почему очень карточки? Ну, по-моему, как. Ну, про карточки мы поняли, мы просто добавили. Про карточки, да, мы просто ориентировались на курьеров, чтобы не было прибыла, чтобы не было прибыла, чтобы не было прибыла, чтобы не было прибыла. Нет, просто вывешивать... Нет, адрес офиса, понимаете, это на улице Свобода, дом 50, то есть как бы что. А зачем карточки? А карточки по целому пункту подойдут? На карточках 0%? Ну, на карточках 0%, а коррекционно через 2%? Нет, все через карточки. Через карточки. А карточки по целому пункту подойдут? Ну, не знаю, будем вопросом. Какие карточки? Какие карточки? Ваши карточки целый пункт по целому пункту подойдут? Можно их подпадать? Ну, можно их подпадать? Может, подумаем, но это востребовано будет, что ли? Может, просто делаем ответы? Да, ну, карточки, да, карточки понятны, с этим мы разберемся. Вы знаете, на самом деле, это еще такой момент, что в ближайшее время у нас будет очень сильно снижена комиссия по пополнению с киви. Да, по упрощенке все то же самое, по киви она будет снижена. А у Вас оплата есть в яндекс-дендию? Что происходит? Прямая оплата через яндекс-дендию запрещают... Яндекс-дендию не позволяют... Они берут 5% сами и говорят, что, извините, Вы эту комиссию не можете сверху предложить. То есть, они просто берут и половину нашей прибыли забирают. Нас там подход не устраивает. Конечно. Но эта система не пользующаяся популярностью. Ну, если у вас требованность будет, мы можем через киви подключить. Мне кажется, в агрегаторах это все есть, в робокасте. Сейчас еще одну систему подключим, тоже агрегатор большой. Там будет ниже комиссии по всем платежам, но за это... Вы знаете, на самом деле, платежи через киви, через киви-кошелек в ближайшее время станут основным способом пополнения, потому что мы действительно пониженной комиссии просто донимаем. Ну, сейчас, скорее всего, это два пункта. Киви-кошелек у вас? Ну, изменяем он будет в любом случае. То есть, да, 10% там не будет. Сейчас с киви мы заключаем партнерские соглашения, встанем кнопки в терминал и вообще-то все будет проще. Вот, из комиссии личности. Мы с киви там работаем еще с другой точки зрения. Там, у мастера, у мастера, у мастера, у мастера, с киви-кошелек. Синергия у нас, в общем, происходит с киви. Вот. А адрес опции я как-то не понял, зачем нужно. Потому что нужно сказать, что с киви-кошелеком говорить. Ну, вот карточки. Ну, добавим информацию. Да, добавим информацию. Мы на севере Москвы, на Скоринске. Ну, по свободу 0,50. А лучше вы пьете? Ну, да, ну. А табличку на выписке повесите? Сказали же. Ну, нарисуем на карте. Так об этом не разберется, а вы найдете. Ну, или штат. Да, это еще. Все хорошо. Так, следующий вопрос. Вопрос довольно сложный, чтобы сформулировать предложение. Так что попробуем несколько слов. Возможно ли продвинуть сайт довольно молодую компанию, в которой есть конкуренты, с более старыми сайтыми, с большим количеством страниц? Если да, то как лучшее действие? Ну, это же стандартная проблемная ситуация, которая возникает у всех. Молодые сайты, которые приходят в движение. Ничего здесь особо переживать не стоит. Опять же, думайте о том, чтобы семантическая игра была приличной, большим. Чтобы продвижение вы начинали с низкочастотных запросов, а потом потихоньку выходили на среднечастотный, на высокий сход. То есть здесь советы только такого характера. Что касается наращивания объема контента глобального на вашем сайте. Я так понимаю, что там речь идет об автомобильной тематике и по автозапчасти. Ну, что сделаешь? Придется наращивать большое количество контента. И описывать товары, продумывать некоторые. Ну, вообще сайты, где подразумевается большая товарная база, конечно, надо очень сильно работать с уникализацией, скажем так, описания товарных позиций. Для этого есть различные способы. Такие, как автогенерация этих описателей. Автогенерация там склама очень эффективных блоков. То есть вариантов автогенерации, чтобы составить большой приличный объем контента, который не будет склеиваться Яндексом, их достаточное количество. Здесь действительно надо для каждого отдельного случая придумывать способ. Объемы контента надо наращивать и двигаться для нового сайта, чтобы занять тренирующие позиции. Надо стараться, конечно, очень постепенно. Не надо пытаться вылить большое количество бюджетов в ссылки и отчетов. Надо постепенно его наращивать. То есть выделили объем ссылочного бюджета, к которому вы хотите прийти, и растите к нему по 10% в месяц. То есть поступательные прибыли в данном случае, они приблизят этот результат, который вы все равно, если вы хотите огромного конкурента покорить, если этот год у нас зайдет, то не надо оттягивать результаты. Опять же, тратя деньги по чуть-чуть и покупая ссылки постепенно, наращивая семантическое ядро, финальный результат будет несравнимым быстрее. Опять же, безопасность от падения под всякие ссылочные взрывы, хотя мы стараемся от этого обезопасить, но тем не менее все возможно. Какая генератор генератор генератора генератора? Я считаю, что самописный генератор – это всегда генератор для модели. Потому что под каждый отдельный случай всегда нужно искать какое-то уникальное решение, чтобы никуда не деться. И использовать какие-то готовые шаблоны с внутренними рандомайзерами, с внутренними плавающими точками всегда плохо. Потому что под отдельный случай всегда находится способ, как нам сделать 100 000 страниц уникального контента про автомобильные запчасти. Ну, просто. Несколько шаблонов красивых, да, и, соответственно, несколько-то блоков максимально полезных для пользователя. Рандомайзерные советы, еще что-то. Комбинация из наборов этих советов. Опять же, арты энциклопедии можно такие, да? На сканерах, на резках. Проверить, что их ни было в сети раньше. Старые издания какие-то. Три книжки от сканины, и у вас контент на два года вперед, конечно. Создали раздел, не знаю, какой-то, да? Полезных совет, арты энциклопедии, книги писать, еще что-то. Да, артопедию. Кто-то, кто-то. 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 Кто-то, кто-то, кто-то. Кто-то, кто-то, да, того. Итак. Так. Вопрос следующий. Я от вас, оправший коллег по проведению семинара, слышал о том, что для того, чтобы поисковая система понимала, что сайт развивается, ее нужно постоянно наполнять новыми статьями и новостями не реже, один раз в неделю. Если на сайте размещаются новые статьи, о них нужно сообщать Яндексу, на них нужно размещать ссылки, чтобы другие желающие не копировали тексты. Впоследствии через месяц, когда поисковая система продемонстрирует ссылки, можно снять. Вопрос. Если в статье перед ее размещением сообщить Яндексу, нужно ли ее дополнительно защищать размещение ссылки? Нет, не нужно. Если статьи на сайте расположены уже 6-12 месяцев, поисковая система их распознала, нужно ли эти статьи старые защищать составляя ссылки? Я считаю, что вообще методика расставления ссылок на эти статьи это немножечко уже организм. Вовсе не обязательно сейчас вот этими же методами проходить. Система, где мы сообщаем Яндексу о том, что это наш контент, она хорошая, а ее надо использовать. Если статьи у вас продексированы и вы по уникальному пассажу, то есть кусочек предложений ищетесь в выдаче, то, соответственно, у вас все вообще в полном порядке. Если нет, да, можно подкрепить статью ссылочками, но это такая конфилактика, которая сейчас уже какого-либо значимого и серьезного эффекта однозначно не оказывает. Продолжение следует...